В Америке все пьют воду, на три четверти заполняя стакан льдом. То, что я сейчас скажу, может вам не очень понравится. Температура питьевой воды должна отличаться от температуры вашего тела не более чем на 4 градуса. В Америке все пьют воду, на три четверти заполняя свой стакан льдом. То, что я сейчас скажу, вам может не очень понравиться. В йогической культуре, если вы йогин, если вы на пути внутренней трансформации и преобразования своей системы в иное измерение возможностей, вам следует пить только ту воду, температура которой отличается от температуры вашего тела не более чем на 4 градуса. То есть, если нормальная температура тела около 36 градусов по Цельсию, температура питьевой воды должна быть от 32 до 40 градусов. Это наилучший способ пить воду. Если вы студент, и ваш основной интерес — это получение знаний, вы не стремитесь к трансформации. А хотите только получать знания, тогда вам нужно пить воду, отличающуюся по температуре от вашего тела не более чем на 8 градусов. То есть, от 28 до 44 градусов. Если вы домохозяин или домохозяйка, и не заинтересованы ни в трансформации, ни в обучении, а просто хотите заботиться о своей жене, детях или муже, тогда вам следует пить воду, температура которой отличается от температуры вашего тела не более чем на 12 градусов. Вода другой температуры считается неблагоприятной для человека. Это высказывание может стать непопулярным. Но важно, чтобы температура вашей еды и питья была в пределах температуры тела. Без излишних отклонений, иначе это нарушит поведение воды внутри системы, если употреблять что-то сильно отличное от температуры вашего тела. Я понимаю, что любители мороженого сейчас ополчатся против меня. Но я просто говорю об идеальных условиях. Для тех из вас, кто захочет придерживаться этих идеальных условий, или просто знать о них и придерживаться их, когда это возможно. Если вы не испытываете жажду, если вы не пьете воду, с вами ничего не случится. Все будет в порядке. Только в Америке считается, что вы умрете, если не будете пить воду. Нигде больше. Люди не пьют воду просто так. Они пьют, если испытывают жажду, и с ними все в порядке. Даже если они в пустыне. Только в Америке. В холодном климате все постоянно носят с собой бутылку воды. И постоянно пьют воду маленькими глоточками. Потому что маркетинговая система внушила им, что нужно пить очень много воды. Весь излишек воды, особенно выпитый маленькими глотками, поглощается организмом. Когда это происходит, уровень натрия, который очень точно сбалансирован, падает. Это оказывает влияние и на все системы организма. Но не такое заметное. Но снижение уровня натрия в мозге приводит к его отеку. Это не значит, что ваш мозг растет. Отек — это определенное проявление болезни. Мозг не расширяется. Он отекает. Из-за недостаточного содержания натрия. И так как натрия становится недостаточно, в мозг поступает больше жидкости, чтобы восполнить необходимый для поддержания баланса натрий. Излишек воды в мозге означает, что вы поплывете. Нарушится психологическое равновесие. Если выпить много воды за раз, организм решит, сколько ему нужно и выведет излишек. Но если пить маленькими глоточками в течение дня, механизм может сбиться, и организм впитает больше воды, чем ему нужно. Допустим, вы выпьете 2 литра воды. Не весь этот объем усвоится системой. Усвоится только необходимый объем. Остальное будет выведено. Не нужно пить воду просто потому, что вы думаете, что так надо. Пейте воду, когда испытываете жажду. Чтобы убедиться, что вы пьете достаточно, пейте на 10% больше, чем вам требуется. На пару стаканов больше. Просто чтобы убедиться, что вы не пьете, слишком мало. Это даст вам некоторое время перед тем, как вы будете пить воду в следующий раз. В то же время, если не пить, когда вам действительно нужна вода, когда вы чувствуете жажду, это нанесет вред организму. Когда системе требуется вода, но она не поступает, наносится огромный вред сердцу. Но говоря о воде, я имею в виду не только питьевую воду. Необходимо есть пищу, содержащую много воды. Фрукт на 90% состоит из воды. Овощи больше, чем на 70% состоят. Процент содержания воды в пище, которую вы употребляете, должен примерно соответствовать проценту содержания воды в вашем теле. Так что любая пища должна, по крайней мере, на 70% состоять из воды. Вот почему овощи и фрукты – это необходимая составляющая вашего рациона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok